Что же это за помещение такое? Ах, шкатулочка у нас тут. На коробке написано А-Р плюс Ай умножить на А, короче говоря. Подождите, вы что, серьезно хотите, чтобы я это просчитала сейчас? Вот это! О-май-гад. Доброй вам ночи, друзья и товарищи. Рим и Ария продолжают входить по этому замечательному ЭПГ-хоррору История Арии. Я сейчас буду вспоминать все, что я делала в предыдущей серии, потому что я несколько дней не играла и уже ничего не помню. Максимум, на что меня хватает, это на комнатку с фонтанами, где нам надо было с ними что-то сделать. И, по-моему, вот эти вот помещения, там что-то было связано либо с льной, либо с затмением, либо с солнцем. Уже тоже сейчас точно не вспомню. Но здесь очень и очень много всяких комнаток, которые нам с вами еще нужно как следует исследовать. Там цветок стоит, да, какой-то. На лилии похоже, издалека, но они там стоят себе просто и стоят. Я с ними ничего сделать не могу. Вот такие вот дела. Несколько дней не заходила в игру, сейчас же мне выпала уникальная, можно сказать, возможность поиграть в игру ближе к ночи. Так вот, чтобы ощутить всю атмосферу, надо было, наверное, бы и свет выключить, но у меня он горит, маленький слабый ночничок. Вот это дверь луны, да, у нас? Но она закрыта. Значит, нужно будет найти от нее ключ. Пытаюсь вспомнить, открывали мы здесь что-то или не открывали. По-моему, вот тут какая-то была комната. А, я вспомнила. Там стояли манекены, да, с платьями. Потом что-то случилось. По-моему, какой-то манекен пропал. А остальные то ли заляпаны были кровью, то ли чем-то еще. Да, так и есть. В нижнем шкафу что-то подсвечивается. Витрина покрыта крови. Может, надо... Хотя, я не знаю. Тут вот, видите, разбилась. Витрина разбита. Ну, естественно, что починить и справить мы ее никак не сможем. Да, видимо, мне зачем. Мы читали про моду цвета, да? Дайте-ка я еще раз прочитаю, чисто чтобы память освежить. Я по-быстрому. Так, например, ага, все, вспомнила. Желтый и фиолетовый в сочетании. Красный и зеленый, синий и оранжевый. Если сделать все правильно, можно получить интересный результат. Нам еще, значит, придется объяснить. Таким образом, нам нужно будет скомбинировать все эти детали одежды. Но, видимо, не сейчас. А сюда я заглядывала, вот в эту дверь, которая напротив. Она тоже закрыта. Вот в чем штука. По-моему, нужно было что-то правильно открыть. А я вышла отсюда, правильно? Отсюда. Значит, тогда давай обратно. И мы еще не одни. Ария сейчас идет как бы вместе с Левиным, мальчиком, который хочет ее убить. Как это ни странно звучит. Почему он не может взять и убить ее сейчас, когда у него есть такая благоприятная возможность? Момонтические книги и все в таком духе. Почему сейчас он не может этого сделать? Там, я не знаю, шею ей свернуть или... Мало ли, какие способы могут быть. Он наивно полагал, что только кинжал способен это сделать. Но раз кинжал застрял в теле злобного кролика, значит, это больше не поможет ничем. Так, давай отсюда выбираться, потому что я ничего не понимаю. Упор. Здесь... А, здесь у нас, кстати, картина с Офелией была. Вот это точно Офелия, я прям не уверена. А, отсюда видно, очень похоже. Так, бюст, который за нами наблюдает. Ну, давайте не будем трогать бюст, оставим его в покое, а сами увидим. Это мы вообще куда заходили? Дайте-ка вспомнить. Поняла. Наверное, слева есть точно такое же помещение. Давайте тогда туда и отправимся. У нас тут книжки еще какие-то лежат, и чай стоит, который мы, к сожалению, попить не можем. Это жаль. По-моему, что-то надо сделать с фонтаном. Бегантный фонтан со свежей водой. Или не с фонтаном, а с чем-то другим. Ладно. Будем решать проблему, померив поступление, как говорится. Листья взлетают вверх. Это интересно. И завораживающе. Так, еще одно помещение. Оно, по всей видимости... А тут, кстати, Джоконда нарисовано. Может, еще какие-то картины, наверное, на тюрьморте портрет. Но кроме Джоконда мне вроде как никто неизвестен. Давайте мы тут сохранимся. Вот. Лишь бы игра у нас не вылетала. Пока все хорошо. Значит, двигаем дальше. Это у нас... Апартаменты, скажем так, солнца. Потому что, видите, солнышко там, символ. И тут огонь в камине горит. Всякая вкусная еда. Фруктики. О, и, кстати говоря, бокал с вином. Я ничего не смогу с ним сделать. Наверное, нет. Ария у нас все-таки маленькая девочка. Так, она туда даже пройти не может. По-моему, там тубочка, просто которую я не вижу. Ария у нас маленькая девочка. И как бы напиваться не лучший вариант вообще. Точно такой же бюст. И здесь точно такой же. Ладно. Давайте ходить по комнатам и глядеть. Может, тут тоже какие-то платья есть или наряды. О, это еще лучше. Помидоры. На мольберках. А, это яблоки. Ну, кстати говоря, помидор, по-моему, когда-то назвали золотым яблоком. Так что, вот, в принципе, у них что-то есть общее. Но я помидоры, честно сказать, не очень-то люблю. А вот яблоки, да. Яблоки обожаю. Книжечка. Яблоки обожаю. Яблоки. Чемоданы какие-то непонятные. Яблоки обожаю. О, это нас больше. Ясно. Иллюстрации являются частью книг. Так. Ииии... Подожди. Подожди-ка минуточку. Нам что? Надо к каждому мольберку подойти или я его неправильно поняла? Внимательно изучить. Сюмок яблока. Сюмок яблока. Может, правда, надо на каждый посмотреть? Но мне кажется, они абсолютно идентичные. Нету смысла их просматривать заново. Каждый раз. Подожди. Тогда чего он хотел? Может, мне по книжечкам надо пошариться? Вроде услышала, что мне сказали. А вроде и не услышала. Как будто бы и не слушала. Тебе придется зайти позже. Может, мне что-то надо будет принести? Или сделать? У меня в инвентаре... Подожди. Она вроде бы жаловалась, что у нее из инвентаря все пропало. Точно. Ничего нет. Что в таком случае нам делать? Картины. А я не могу на них посмотреть даже. Я и не знаю. Значит, мне пока суда и трамбаран. Тогда идем в дверь напротив. Благо, тут есть выбор, куда ходить. Так, а там... А мы можем табличку прочитать? Можем. Противоположности притягиваются. Выйти из комнаты. Выйти остаться. Ничего себе действия. Погоди. Сначала мы выйдем. Противоположности. Значит, смотри. Я помню, что желтый сочетается с фиолетовым, а оранжевый с синим. И еще здесь есть зеленый. Зеленый, насколько я помню, должен сочетаться с красным. Значит, мы должны будем соединить между собой... Между собой, в смысле, а соединить эти книги. Книга с фиолетовой обложкой. А как мы будем их соединять? Книга с желтой обложкой. И что делать-то? Подожди. То есть, я запомнила, какие цвета с чем сочетаются. Ага, вот, смотри. Не могла бы ты сказать мне, с какой книгой я смогу поладить. Зеленая, да, у нас? Значит, смотри. Желтый, это фиолетовый. Синий. Синий, это оранжевая. Подожди, зеленая же должна быть с красной, нет? Видимо, мне нужно подумать. Не волнуйся, я подожду столько времени, сколько потребуется. Тут должна быть красная книга, алло. Но здесь нет красной книги. И что же мне делать в таком случае? С желтой, с оранжевой, с фиолетовой, с синим. Может, назвать оранжевую тогда получится? Хм, ты так думаешь? Мне кажется, сейчас будет гейм-овер. Или нет? Или они, правда, поладили. Вы поладили, друзья мои? Оранжевая книга говорит с зеленой книгой. Кажется, они не ладят. Черт. Ну, красная там должна быть, но ее здесь нет. Видите, в чем фишка-то? А почему ее здесь нет, я понять этого не могу. А с остальными книгами такой фиолет, видимо, нельзя просто провернуть. Они будут лежать, и все. Комнига синий. Ну, ладно, тогда точно больше нет других помещений. Значит, будем выходить отсюда. Раз я ничего найти больше тут не могу. На двери записка прости. Что-то, мне кажется, если я выйду из комнаты, все будет плохо. Или нет? Да, все будет плохо. Нас раздавило статуей. Шикардос. Тогда скажите мне, дорогие мои друзья, что я должна делать? Если нету нужной книги, понимаете? Скорее всего, мне нужно было пройти куда-нибудь... А я здесь сохранилась даже, точно. Это хорошо, не придется долго бегать. Тогда, скорее всего, мне нужно было пойти в другое помещение, может быть, что-то там сделать. Для того, чтобы появилась красная книга. Здесь тоже дверь закрыта. Кто-то сомневался. Не пускают. Но в этих шкафах тоже вряд ли есть что-либо интересное. А вот если мы спустимся по лестнице и зайдем вот в эту комнатку... Да ладно вам. Ну вы чё? Почему не пускаете? Шкаф заполнен романтическими книгами. Ну да, неудивительно. Бюсты всякие, которые... Так, это мы сюда заходили. Ну-ка, давай еще раз зайдем сюда. Не упускаю ли я чего-нибудь? По-моему, мне говорили, что я должна прийти сюда позже. Но я еще раз послушаю, что скажет... А вот же она, слушайте, вот же красная книга. Правда, видно же, что у нее красная обложка. У некоторых книг есть иллюстрации на их обложке. Изучив их, можно узнать о нас больше. Наверное, знаете что? Наверное, мне сейчас нужно зайти в комнату с книжками. Подойти к зеленой, сказать, что мне нужно подумать, а потом снова прийти сюда. И позвать сюда, в эту комнату, красную книгу. Можно попробовать сделать так. Ну, не вижу я пока других вариантов. Нет, сам, я этого синий. Мне нужно подумать. Вот. Теперь давайте выйдем. Противоположности притягиваются. Если мы сейчас выйдем, я надеюсь, нас никто не убьет. Потому что, по сути... А, ну да, видите, статуи нет. Значит, все хорошо. Потому что мы еще толком-то ничего не сделали. Мы просто пообещали книге подумать. И немножко подождать. Ух, эти мольберты, знаете, они мне напомнили Layers of Fear игру. Я ее прошла. Это хоррор. Хороший хоррор. Я хотела его даже для ТДР записать. Но он для прохождения слишком нудный все-таки, что ли. Понимаете, это как... Сама эта игра, как произведение искусства. Ты по ней ходишь, ты ее узнаешь, как бы, втягиваешься в нее. От лица главного героя видишь все, что он делал. Как он пытался восстановить свой портрет. Ну, не восстановить, а написать картину. Какие он использовал для этого ингредиенты, нужно было искать. И некоторые сцены, они просто были, ну, очень художественными. Потрясали воображение. Но в основном эта игра довольно скучная. Там просто приходилось ходить, бродить по комнатам. Иногда включать голову и расшифровывать какие-то подсказки, встречающиеся на твоем пути. Ну, вот, в общем-то и все. Скучное было бы прохождение, правда. Так. Ну, книжечка дорогая. А как же мне, как же мне сделать так, чтобы вы с зеленой полагалили? Тут и правда, такие квесты начались очень... Зеркомплицирт, я бы сказала. Потому что вроде бы и понимаю, что надо делать, но я не вижу, каким образом это можно сделать. Как можно осуществить задуманное. Может, сейчас я должна подойти к зеленой книге и сказать ей, что вот есть фразная там... и т.д. и т.п. Мне нужно подумать. Другие книжечки. Может, вы отзоветесь. Ну, хоть кто-нибудь из вас. Как будто, знаете, выбирать нужно действительно только из тех, которые здесь представлены. Что-то мне кажется, я путаюсь все больше и больше. Зачем я вообще сюда пришла? Ничего понятного тут нету. Ничего нужного я не нахожу. Двери закрыты. И фиг их знает, когда они там откроются. Давайте будем искать еще что-нибудь. Что поделать. Вот это вот дверка. Сейчас увидите, какая. Что-то мы очень долго выходим. из помещения. Вот это вот дверка. По-моему, ее нужно открыть каким-то особым способом. Которая вот сейчас перед нами появится. Прямо по прямой. Там солнышко видно, да? Как бы... А, солнце и месяц. Как бы одновременно. И вот где-то что-то надо было выбрать. А где и что, я уже не помню. Надо вспоминать. Фонтан. Элегантный фонтан. Я не знаю, можно ли про фонтан элегантный сказать. У нас как-то на паре... В общем, разбирали мы текст про дома, про архитектуру. И там было прилагательное Elegant английское. И мы долго думали, спорили, как его перевести. Потому что вроде как неправильно переводить там элегантный дом или элегантное здание. Скорее это переводится как изысканный или изящный. Красивая статуя. Где-то же был выбор. Что-то насчет затмения солнца и луны. Разве нет? Вот только я его почему-то найти теперь не могу. Этот выбор. Ох! Романтичная секция. Что уж слишком сложно. Давайте-ка, знаете что тогда? Я сбегаю еще раз направо. Почитаю насчет сочетаемости цветов. Может быть я что-то неправильно понимаю или упускаю. Но с оранжевой и зеленой книгой точно дружить не захотела. А я вот прям помню, что там был красный в сочетании с зеленым. Может я смогу сделать что-то еще? Может быть я не смогу. Может быть я что-то пропустила. Вот здесь, например. Ну здесь по сути то же самое. Те же книжные шкафы. Те же тот же столик с цветами. Ничего не поменялось. Так, это мы были где? Это мы были здесь? А что в этой комнате? Может быть я куда-то попросту еще не дошла здесь в прошлый раз? Или здесь только сохранение? Погоди, мне кажется тут должно быть что-то. Тут что-то есть. Правда! Смотрите-ка, я же здесь не была. Деревянное ведро стоит на полу. Давайте возьмем его. Правда для чего оно нам... А-а-а, все-таки водичку мы зачерпнем, ребята. Все-таки для водички. В шкафу одни романтические книги. Одна из них золушка, написанная Шарлим Пиржо. Одна из страниц помечена. Конечно же мы прочитаем. И когда часы забили полночь, заклинание разрушилось. И когда часы забили полночь. Нам предлагают воссоздать золушку. А вот это все похоже как будто бы на ее комнатку. Правда, книжные шкафы, мне кажется, у нее там не было книжных шкафов. Не только у нее, да и вообще у ее семьи. Полночь ночи, да. Что-то я уже чувствую, что я вызевать немножко начинаю, да. Непростой был сегодня день, устала. Но вот решила попробовать записать серию ночью. Надо все-таки делать это на свежую голову. Когда ты бодр и весел. Хотите мне сказать, что я сейчас грустная какая-то. Просто... А здесь тоже что-то есть. Я сюда в прошлый раз не заходила. Гляньте-ка. Скрипка. Несколько, точнее, скрипок. Скрипка играет мелодию. Тут опять какая-то игра нам предстоит или нет? Хорошо, вы все играете мелодию. Кто-то мне скажет. Я хочу научиться играть на скрипке, но у меня нет рук. И как я тебе помогу? А никак. Я уже увидела часы. Нужно будет их завести, да? Это часы, но у них нет стрелок. Впрочем, ничего удивительного. Квесты продолжаются. Это ведь все-таки квест. В первую очередь. Поэтому будем искать стрелки от часов. Но для начала... Давайте сохранимся еще раз вот сюда. Мы взяли ведро. Сейчас пойдем к фонтану. У фонтана... В смысле, в фонтане зачеркнем воды. И что-то нам должно будет подсказать, куда эту воду использовать. Потому что я не помню. Я правда не помню, зачем она нам нужна. Зачем оно нам нужно вообще? Вот так вот. Всего пару дней не поиграешь, а потом... Бац! И все забыл. Я даже когда серии начинала монтировать потихонечку, как-то смотрю на это все и думаю, блин, неужели это и правда было? Я такого с трудом припоминаю. Так, статуя, не дави меня, пожалуйста. Я хорошая. Я плохого ничего не делаю. Вот. Комната луны. Левен предпочел просто ходить, бродить с нами и ничем себя не выдавать. Когда же, наконец, я выясню, зачем ему такое безумное желание меня убить? И кто он такой для меня? Почему он меня знает? Что это все вообще значит? Так, интересно, действие появится само или мне придется вручную пользоваться ведерком? Видимо, вручную. Больше того, у меня ничего и нет. Да. Ну. Ага, получилось. Просто игра опять подвисла, я думала, в чем дело? Неужели она снова вылетела? Вы наполнили деревянное ведро водой. Хорошо, но до чего оно мне теперь? Кто мне может напомнить? По всей видимости, никто. Может, мне нужно вообще выйти вот отсюда сейчас? А если мы выйдем отсюда, то где мы окажемся? Правда, ничего не помню. Ну, отсюда меня должны выпустить. Это прям стопудов. А, здесь у нас книжки. Все, я вспомнила. Тут второй этаж у нас. Тут у нас второй этаж. И тут... За этим шкафом вполне возможно скрывается очередной тайный проход, потому что, видите, там занавеска. Но мы могли сюда и не возвращаться. Смысла в этом просто нет. Ладно. На уме у меня только... Подожди. Нам, может быть, камин какой-то залить надо или что-то. У меня на уме только вот та дверь, которая не открывается. Что мы еще можем сделать с водой? Я, честно говоря, не представляю. Тут у нас статуи по бокам. Ну, вроде как это не для них. А в книжках ничего не сказано. Ну-ка. А, у дерева мудрости жажда. Вон оно что. Все, теперь я вспомнила. Простите великодушно забываку. Я вспомнила. Тут у нас где-то дерево растет, которое мы должны полить. Вот оно, по-моему. Дерево, на котором растут в книге. Так, как до тебя дойти? А вот так и дойти. Отлично. Дерево мудрости. Сейчас мы его польем, и оно нам что-то даст. Что-то хорошее, я надеюсь. Поливаем. И оно отдало нам, что мы выдумали, красную книгу. Поэтому берем ее. Берем, а теперь бежим куда? В секцию солнца. Там-то мы уже знаем, какого друга предложить зеленой книге. Вот так, наконец-то, хоть чуть-чуть мы с вами в этой серии продвинемся. А то совсем картина была печальная, мягко говоря. Очень обширная локация. Прям вообще-вообще. И еще даже неизвестно, сколько мы тут будем с вами блуждать. Томбочка. Так, мне же сюда все правильно, да? Вот так. Интересно, вылезет вариант или мне... Мне нужно, видимо, просто отдать ей книжку и все. Хорошо, значит, лезем в инвентарь. Красная книга. Показать красную книгу? Показываем. Думаешь, эта книга будет мне хорошей парой? Да. Ну и как вы? Вам нравится дружить друг с другом? Зеленая книга говорит с красной книгой. Кажется, они ладят. А что насчет остальных? Остальные-то я смогу как-нибудь проранжировать? Нет, про подружить. Видимо, нет. Только эти. На двери записка. Хорошая работа, Ария. Это рассказчица мне эти записки оставляет интересно. Или кто? Я ее в этой серии еще не видела. Как-то мне даже без нее немного скучно. Ключик. Ай, что это было? Это был какой-то радужный ключик. Мы можем его еще и не брать, но он же нам нужен. Вы получили радужный ключ. Да, как ни странно, именно так он и называется. Теперь вопрос. Что он открывает? Радужный ключ. Как-то сразу наталкивает на мысли о живописи. Вот эта красная книга, значит, не та красная книга. Это какая-то другая. На урок рисования. А что я должна сделать, прежде чем прийти к тебе на урок рисования? А вот эта вот, смотрите, на даннике мне не интересно. Но допустим. Давайте делать ставки, ребята. Какую дверь мы с вами будем открывать этим ключом? Потому что их дофигища тут. У нас вот эта. Он подошел? Он подошел, как ни странно. Кровати. Причем одна кровать не застелена, смотрите. Тут простыня потокла-то немножко. И тут покрывало как бы съехало. Грибочки растут. Прекрасно. Что же это за помещение такое? Ах, шкатулочка у нас тут. На коробке написано А-Р плюс Ай умножить на А, короче говоря. Подождите. Вы что, серьезно хотите, чтобы я это просчитала сейчас? Вот это! О-май-гад. И должно в итоге получиться... Ну, не факт, наверное, что трехзначное число, но... Подождите, вы издеваетесь, что ли? А как решить эту задачу? А минус Р плюс Ай... А что я должна считать? Буквы как бы вспомнить, какого они порядкового номера в алфавите и так посчитать? Или я что-то неправильно понимаю? Ну, смотрите, если А это 1, то АР... Господи, а я не помню. Это ж надо считать. Это ж надо считать долго и мучительно. А как нибудь выйти я смогу теперь? Это вообще без понятия. Ничего не произошло. Наверное, нам надо... Что? Это они в зеркало смотрят или что? Часы. Полночь. А, ну да, нам же еще нужно стрелки найти. Может, они как раз в этой шкатулке и лежат? Я их достать оттуда не могу. Какое-то романтические книги. Нет, если... Тут нужно посчитать именно так, как я подумала... Тогда мне надо на минутку остановиться... И вспомнить, какая по счету буква... В общем, в Иппонии. Так, нет, я все же пришла к выводу, что это дикий бред. И что пока я не поняла, как мне нужно разгадывать эту загадку, я к ней не буду соваться. Может быть, я попытаюсь найти что-нибудь еще. Что-нибудь более или менее полезное. Ну, что я еще могу здесь найти? Наверное, уже ничего. А может быть, мне еще раз зайти в комнату для рисования, а вдруг там что-то изменилось? Вот, по сути... По сути, все то же самое. Наверное, и книжка скажет то же самое. Но придется зайти позже. Что же делать? В общем, какие дела? На стене, оказывается, и правда висят часы. Ну, то самое, что мы увидим в зеркале. И Левин говорит, кажется, они не работают, но их стрелки блестят. Не работают, зато стрелки блестят. И мы можем забрать эти стрелки. Часовые стрелки. Так, и нам нужно теперь вставить их в часы, которые находятся... Подскажите ко мне, где? Тут такой лабиринт, что в пору заблудиться. Это правда. Часы. Где-то же в доме солнца они должны быть, правильно? В какой-то... Или из этих дверей, или не из этих. Подожди, здесь кабинет рисования. Тут у нас книжки. Которые друг с другом успешно подружились. Значит, нам не сюда. Где мы видели... А, подожди, там была подсказка о часах. Это было в домике Луны, кажется. По-моему, нам... Нет, эта дверь закрыта. Значит, нам не сюда. У нас была комната, которую мы открыли. Так, ну, по-моему, оттуда и выходим. Что-то я совсем куплю. Часы, 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 часы. Я правда не помню, где они были. Может, не здесь вообще? Наверное, надо в домик Луны пойти. Ну, или в локацию с Луной. Как ее лучше назвать? В локация с Луной. Наши или по-моему, с Туром. Каж durante. Так, ну, что я с тобой готова. Ну, что-то. Так, ну, что-то. Валяное, как видите. ну давай искать здесь смотрите он сам собой упал и разбился сломался я думала может там чуть выпадет из него нет сам по себе взял и сломался к добру ли это или не к добру хотелось бы узнать может это значит что он больше не будет за нами следить и это тогда хорошо вам где-то вот в этой части была комната с часами хотя нет здесь кроме шкафов ничего нет может вот тут есть здесь по моему кладовка или нет или я путаю ой сколько же комнат по моему наверху вот здесь они были о я угадала прекрасно так хорошо можно вставить стрелку но там по моему и не то что стрелок там вообще-то циферблат какой-то странно как бы еще не пришлось эти цифры туда вставлять слишком высоко я не дотягиваюсь были бы мы выше левин садись ко мне на плечи командная работа в смысле левин садись тебе на плечи а ты к нему на плечи не хочешь сесть было бы логичнее если бы он тебя поддержал нет нет просто используешь стул или табуретку ладно вот так джентльмен мотайте на ус ребята как делать не надо какую сторону направить стрелки смысле вы издевать я отсюда даже не вижу что там и как а вы не говорите про сторону пока стрелки должны убить помощь а ну значит север нет вот у меня получилось сработало или что-то еще нужно с и снова заработали хорошо допустим но они должны пробить помощь ой смотрите тыква появилась за окном можно увидеть звезды да тут у нас хэллоуин какой-то начался вы вы что прикалываетесь я надеюсь меня сейчас не слопают эти тыковки обалдеть а в принципе логично мы же сейчас золушку вас создаем вот у нас и тыквы просто они злобные потому что это хора вот вам и логика что произошло это типа золушка до шоке так но теперь хорошо сделали мы нужное время сделали на полочке с и заработали тыквы появились нам что теперь и куда теперь только выходить из комнаты потому что больше здесь делать нечего и тут тыквы появились давайте сохранимся и я так думаю нам уже пора на этом серию заканчивать она к сожалению вышла не совсем плодотворной но что есть то есть по крайней мере хоть чуть-чуть мы сделали есть надежда что в следующей серии мы с вами продвинемся куда дольше большое спасибо что смотрели не забывайте также смотрите любкие видео от наших ребят наши дружные команды пдр всем всего доброго и пока ребят увидимся